Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем вторую главу послания апостола Павла к римлянам. Чтобы представлять себе контекст этого послания, нужно представить, что в общине римских христиан существовали разделения, внутренние споры, распри, конфликты. Точно так же, как это возникает в наших семьях, в наших общинах. Кто-то считает себя более правым, кто-то кого-то считает виноватым. И на этой почве легко разгораются конфликты, которые потом превращаются в некий кризис. Слово «суд», которое будет ключевым в этой главе, по-гречески означает «кризис». Другой синоним этого слова — «гнев». Пространство гнева, где пылают страсти, где нет пощады, милости, становится пространством суда. И сам апостол Павел считал самым трудным и важным для созидания церкви достичь единства, для того, чтобы примирить враждующих. И нужно понимать, что он сам был человеком очень сложной судьбы и сложного характера. Нужно себе представить, что в нем самом кипело три идентичности, три начала. С одной стороны, он был иудеем, он был фарисеем из фарисеев, и он считал себя частью, плотью от плоти своего народа, он иудей. С другой стороны, он человек греческой культуры, он эллин по своему образованию, судя по тому, каким языком он изъясняется, он человек образованный. И в-третьих, он человек римской империи, он римский гражданин, он римлянин. И все эти три начала, они взаимоисключающие. И в любой момент между иудеями и римлянами, между иудеями и греками может возникнуть вражда, и очень трудно примирить. И поэтому то, что апостол Павел пытается примирить здесь, в действительности доносит до нас отголосок того внутреннего конфликта, внутреннего спора, он сам собой спорит, который совершается в сердце самого апостола Павла. Но прежде всего возникает всегда вопрос, тот, кто судит, он действительно будет прав и безгрешен. И апостол Павел говорит, нет, тот, кто обвиняет, тому нет извинения. «Вот потому и тебе, человек, кем бы ты ни был, когда ты судишь, нет извинения». Это очень похоже на то, что Христос говорит в Евангелии «не судите, да не судимы будете». Это не означает, что нужно отменить все суды, совсем нет. Это означает вообще не входить в это пространство суда, гнева, искушения, нелюбви. «За что другого судишь, за то и сам себя осуждаешь, потому что ты, судья, творишь то же самое». Тем более, когда речь идет о судье, который сам не является безгрешным и, в общем-то, своим судом только обнаруживает собственный грех. «Однако мы знаем, что есть суд Божий, истинный над теми, кто творит такие дела. Если же ты, человек, судишь их, но сам делаешь то же самое, то неужели ты полагаешь, что избежишь суда Божия? Или ты не пренебрегаешь богатством его доброты, великодушия, долготерпения? То есть то, что Бог благ, великодушен и долготерпелив, это для тебя пустые слова? Ты этого не ценишь, ты это не признаешь? Или не знаешь, что доброта Божия ведет тебя к покаянию? Это замечательный образ, потому что слово «покаяние» у нас очень часто обретает какое-то нравственное звучание, слишком морализаторское. Это правильно, но в еврейском языке слово «шув» означает, прежде всего, осознание, прийти в себя, понять себя. В каком-то смысле стать человеком вменяемым. И поэтому Бог, для того, чтобы человек смог прийти в это состояние мира, прийти в себя, проявляет свою бесконечную доброту и благость. Вот замечательное медицинское средство для исцеления. Покаяние через принятие доброты и благости Бога. Но со своим упрямством и сердцем, то есть со своей ожесточенностью и нерасположенностью сердца к покаянию, сердце не хочет стать вменяемым человеческим, оно забыло себя, оно вне себя. Этим своим упрямством и жестокосердием ты лишь только копишь гнев против себя. Когда в день гнева откроется праведный суд Божий, тогда каждому воздаст Бог по делам его. Вечную жизнь тем, кто терпеливо делал добро, стремится к славе, чести, бессмертию, но гнев и ярость чистолюбивым, кто не послушен истине, но послушен неправде. Когда речь идет о судном дне, то очень часто атеисты и люди немножко поверхностного ума думают, что это будет когда-то. И вот христиане это такие в их глазах наивные люди, которые готовы к чему угодно в этой жизни, в надежде, что когда-то потом, в самом конце будет им награда. Но для апостола Павла человек уже находится в пространстве суда. Он пишет о суде Божьем, который будет не просто когда-то в конце времен, тогда он откроется во всей своей полноте, но он уже сейчас совершается. И поэтому тем, кто терпеливо творит добро, невзирая на зло, чужую ненависть, остается человеком благоволения, тому, кто стремится к славе Божией, к чести и бессмертию, то есть нетлению, Бог уже здесь и сейчас дает вечную жизнь, дает свою силу и свою вечную жизнь и свое блаженство. Здесь и сейчас. Но тот, кто не послушен Богу, а послушен неправде, лжи, кто гневлив, тот собирает на себя гнев Бога. Горе и мука в душе всякого человека, совершающего зло. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. И действительно, совесть грешника нечиста, и сердце его обличает, поэтому терзание, теснота в душе всякого человека, который творит зло, и никто не ускользает от этого суда. Ни иудеи, которые думают себя наследниками обетования, и поэтому лучшими и любимыми, ни Эллины. Но слава, честь и мир всякому делающему добро, во-первых, Иудею, потом и Эллину, ведь Бог невзирает на лица. Действительно, для апостола Павла очень важно, что для Бога нет чужих, для него все его дети, и поэтому он одинаково принимает и Иудеев, и Эллинов. И поэтому в общине, где вдруг кто-то считает себя лучше или более заслуженным, или более праведным перед Богом, в действительности ничто не обещано. Бог невзирает на лица, он судит по делам, по плодам. И первыми, кто попадает под суд закона, это язычники. И следующая часть этой главы говорит о язычниках, о людях, которые вне закона. Они не знали торы, они не знали божественных заповедей. И кто вне закона согрешил, вне закона и погибнет. Кто в законе согрешил, по закону судим будет. Ведь перед Богом праведны не слушатели закона, но оправданы будут исполнители закона. То есть важно не просто слушать, но еще и слышать. И поэтому праведны не просто люди, которые внешне слушают закон и знают его, но те, кто его действительно исполняют, в чьей жизни он исполняется, становятся реальностью. Так язычники не имеют закона, но когда они в согласии с природой законные делают, они, не имеющие закона, сами себе законны. И они показывают, что дело закона написано в их сердцах. Свидетели им, их совесть и мысли, которые возражают друг другу, их защищают или обвиняют. Это будет в тот день, когда станет Бог судить сокрытое в людях, судить через Христа Иисуса, как я возвещаю вам в моем благовестии. Здесь замечательный апостол Павел описывает внутренние противоречия, которым страдает человек грешный. Язычник, который поступает по голосу совести, в действительности несет в себе слово Бога, слово закона. Поэтому совесть — это глаз Божий в нас. И язычники спасаются этим, не зная закон, они творят правду Божию. И поскольку речь идет о суде, то, понятно, здесь возникает фигура свидетелей. И свидетелями для них становятся совесть и мысли. Совесть в русском языке замечательное слово, потому что есть некий внутренний диалог. Мысли друг друга то обличают, то защищают, то извиняют, то обвиняют. И окончательно мы принимаем решение после этого внутреннего диалога и распри. И поэтому совесть и мысли — это то, что помогают человеку совершить дела Божии, даже если ты не знаешь закона. Затем речь идет о непослушании Израиля. Вот ты называешь себя иудеем. Точно так же, как некоторые глубоко верующие воцерковленные люди также себя успокаивают иногда тем, что если ты принадлежишь религии, церкви, то Бог на твоей стороне. Вот и ты называешь себя иудеем, успокаиваешь себя законом и похваляешься Богом. Ты знаешь волю его и можешь рассудить, что лучше, а что хуже, наставляемый законом. Потому что закон Тора дает человеку, который его изучает и хранит в своем сердце, способность отличать добро от зла. И поэтому действительно это редкая и важнейшая способность развлечения, что лучше, что хуже. Но если ты убежден, что ты поводырь слепым, свет для тех, кто во мраке, наставник неразумных, учитель младенцев, что в законе ты имеешь само познание и истину, но как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуешь не красть и крадешь. Поучаешь, не прелюбодействуй и прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, грабишь храмы. Ты похваляешься законом, но преступлением закона бесчестишь Бога. Ведь, как написано, это из-за вас имя Божие хулиться среди язычников. Может быть, особого внимания заслуживают эти последние слова. Это ключевая тема для некоторых пророков, в частности, для пророка Изекииля. Он говорит о том, что от того, что вы, народ избранный, народ, который должен быть свидетелем правды Бога перед лицом язычников, вы лжете, вы приступаете закон. И от того, что окружающие народы видят ваше нечестие, тем самым и имя Божие подвергается поруганию. Вот что означает, написано, из-за вас имя Божие хулиться среди язычников, среди других народов. И заканчивает апостол Павел замечательными рассуждениями о том, что есть внешняя религия и есть внутренняя религия, религия сердца. И это очень важно для человека, который ищет какой-то подлинной духовной жизни. Обряды очень важны, и внешние проявления благочестия, как и внешний язык твоей веры, очень важны, ритуалы очень важны. Но они имеют смысл лишь в той мере, в какой они подкреплены тем, что совершается в сердце человека. Итак, иудеи считают себя обрезанными, и поэтому посвященными Богу, и лучшими, и сыновьями завета. И этим они возносятся и хвалятся перед язычниками. И апостол Павел им говорит, «Обрезание приносит пользу, если по закону поступаешь. Но если приступаешь в закон, то ты, обрезанный, стал необрезанным. Тогда и необрезанный, если соблюдает предписание закона, не будет ли он считаться обрезанным?» Здесь удивительный ход. Очень часто, читая апостола Павла, мы видим, что идет какой-то внутренний диалог, как будто в нем одновременно говорит несколько человек, иногда два, иногда три. Один утверждает, «Обрезание, если ты приступаешь в закон, то ты становишься необрезанным». И какая-то другая часть апостола Павла ему возражает и спрашивает, «Это ты имеешь в виду, что необрезанный, если соблюдает закон, и это будет ему вменено как обрезание?» «И если тот, кто по природе необрезан, исполняет закон, он будет судить тебя, приступившего закон, хотя ты имеешь буквы закона и обрезание». В этих словах нечто совершенно невместимое. Язык апостола Павла иногда становится взрывоопасным. И это именно тот случай. Потому что сказать иудею, что какой-то неправоверный язычник будет судить тебя, для него это может быть словами исключительного оскорбления. И тем не менее апостол Павел говорит, «Тот, кто по природе необрезан, но исполняет закон, он будет твоим судьей, если ты приступаешь к закону, хотя имеешь и тору, и обрезание». «Вот иудей не тот, кто по виду таков, как и обрезание, не то, что видно по плоти, но иудей, кто сокровенно таков, и обрезание, обрезание сердца, по духу, не по букве. Такому и хвала не от людей, а от Бога». Вот таким образом апостол Павел позволяет нам проникнуть в это внутреннее христианство, что есть внешнее обрезание, но гораздо важнее обрезание сердца, то, что совершается по духу, не по букве, что возвращает нас постоянно к словам Христа. В частности, обращаясь к самарянке, он говорит, что истинных поклонников Бог желает видеть, когда они будут поклоняться Ему в духе и истине, не только внешне, в каком-то внешнем храме, материальных зданиях, но прежде всего в своем сердце, по духу, а не по букве. Такому и хвала не от людей, но от Бога. Лишь человек, который ищет славы и оправдание перед Богом, и перед Богом творит добрые свои дела, тот и получит эту славу. Кто ищет славу человеческой, тот получит славу человеческую, тщеславие, но не сподобится той славе, которую ему готовит Бог. На портале «Экзегет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сизаненко и Санкт-Петербурга.